Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском. Главное за 7 минут в студии Анастасия Воронина. Сегодня выпуски. Некогда болеть. В Израиле сократили срок обязательного карантина. Я просто исполнял приказы. 93-летний надзиратель концлагеря в ожидании приговора попросил прощения у жертв Холокоста. Уехать нельзя остаться. Как повлияла эпидемия и рост безработицы на жизнь репатриантов? Несмотря на увеличение объемов тестирования с запуском бесплатного ПЦР-исследования для москвичей, число новых заболевших в столице остается на низком уровне. Сегодня выявили 638 зараженных COVID-19. Всего в России за последние сутки коронавирус обнаружили еще у 5862 человек. Причем у более 20% симптомов не наблюдается. Министерство здравоохранения Израиля сократило срок обязательного карантина для больных коронавирусом до 13 дней вместо 30. Также под конец болезни не потребуется делать повторный анализ. За минувшие сутки в Израиле зафиксировали 1971 случай заражения COVID-19. Этот показатель вплотную приблизил страну к объявлению тотального карантина. Главным очагом распространения коронавируса остается Иерусалим, где за неделю было выявлено 1794 случая заражения. Не менее 34 человек задержаны полицией во время беспорядков в Иерусалиме, которыми закончились выступления израильтян против закона о согласии, позволяющего правительству вводить в действие чрезвычайные постановления без согласия Кнессета и без публикаций. Они требовали отставки Бениамина Нетаньяху. Для разгона протестующих полицейские были вынуждены применить водометы. В издательстве «Еврейская старина» вышла книга о еврейской прессе в дореволюционной России. В основу справочника историка Ильи Печенина легла его кандидатская диссертация, которую он защитил в 2013 году в МГУ. В ней представлены описания свыше 500 еврейских периодических изданий на русском языке, идише и иврите, с указанием места и времени выпуска, подзаголовков, лозунгов, редакторов, издателей, цены, тиража и политической направленности. В Одессе восстановят украденный горельеф еврейскому писателю Зиеву Жаботинскому. Краевед Александр Бабич взял на себя координацию между скульптором, меценатами в Израиле и департаментом, ответственным за такие работы. В историю еврейского народа поэт, журналист и переводчик Жаботинский вошел как выдающаяся личность национального возрождения и лидер правого сионизма, создатель Еврейского легиона и организации Иргун и Бейтар. 93-летний Бруно Дэй, который обвиняется в соучастии в убийствах 5230 человек, попросил прощения у жертв Холокоста. В Гамбургском суде, выступая с последним словом, бывший охранник концлагеря Штутгов в очередной раз заявил, что он не виноват в произошедшем, так как исполнял чужие приказы, и выразил глубокое сошеление относительно событий тех лет. Приговор будет вынесен завтра, 23 июля. Одна из четырех оставшихся россиян-праведников народов мира скончалась в городе Сураж Брянской области на 1995 году. Марии Теребиловой было 94 года. В 1942 году она вместе со своей семьей, рискуя жизнью, скрывала у себя дома шахну Долгинова, сбежавшего от расстрела в период оккупации Суражского района. В 2004 году Израильский институт памяти Яд Вашем присудил ей, а также посмертно ее родителям, почетное звание праведника народов мира. За последние сутки в Израиле были уволены или отправлены в неоплачиваемый отпуск 3704 человек, а вернулись на работу только лишь 1033. После введения эпидемиологических ограничений уровень безработицы вырос до 21%. Сегодня в Израиле 1 миллион нетрудоустроенных. До начала кризиса, вызванного пандемией, безработица держалась на уровне 160 тысяч человек. На грани катастрофы оказались в том числе семьи новых репатриантов. Об их борьбе за выживание расскажет Наталья Кравченко. Репатрианты Руслана Эстер Партман с двумя маленькими детьми живут в Иерусалиме. До кризиса оба работали в салоне красоты. Эстер – косметолог, а ее супруг – парикмахер. Оставшись без дохода, они стали, по их словам, считать каждый помидор. С едой помогают бывшие клиенты. Они собрали для семьи несколько продуктовых посылок. Таких историй в Израиле тысячи. Сфера услуг традиционно лидировала по популярности среди репатриантов. Новоприбывшие работали водителями, открывали кафе, воплощали аналог российской идеи «Муж на час». В коронакризис именно они оказались неудил. У новых репатриантов заканчивается корзина абсорбции. Но найти работу они не могут. Пропала возможность учить иврит. Некоторые ульпаны пытались наладить дистанционное обучение через платформу Zoom, но такая система оказалась неэффективной. В конце июня депутаты КНЕСЭТ Андрей Кожинов и Константин Развозов попытались решить эту проблему. Для обсуждения собрали комиссию, в которую вошел юрист Алексей Коваленко. Депутаты приняли такую инициативу, а дальше дело профильных специалистов. Вести это до того момента, пока люди будут получать корзину не год, а больше. То есть они требовали продлить корзину еще на год. Пока это не вступило в силу, пока нет такой программы. Мы только надеемся, что это в ближайшем времени получится. То есть они получили бюджет около 80 миллионов шекелей. Ожидается, что выделенную министерством репатриации сумму направят на разработку программы профессиональной подготовки, помощь частным предпринимателям, программу ваучеров на обучение востребованным в Израиле профессиям, а также изучение и вреда для продвижения в трудоустройстве. В период пандемии, несмотря на прекращение авиасообщения, количество людей, желающих получить израильский паспорт, не снижалось. На этой неделе в Израиль приехали 80 репатриантов из Украины на специально арендованном самолете. В переезде украинским гражданам помогал фонд дружбы. Тем, у кого истекает срок действия выездной визы, ее продлили на три месяца. За время коронавируса было получено около 60 тысяч обращений, и эта цифра только увеличивается. Репатрианты к нам едут не только из России, Украины, но также из стран Европы, Северной Америки. Разрабатываемые правительством программы вселяют надежду на будущее репатриантов. Все меры принимаются на перспективу. Ожидается, что в ближайшие два года поток новых репатриантов увеличится в 2-3 раза. Это связано в первую очередь со спадом экономики, неспокойной обстановкой и ростом антисемитизма в мире. Это все новости на сегодня. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова